всем привет вы на канале доступный урал я вася в и сегодня мы с вами идем на затон затон место очень интересное здесь хранятся различные корабли которые уже не в строю также обслуживаются действующие встают на зимовку те что ходят по реке каждую навигацию ну и еще здесь очень много всяких крутых штук а еще это место описано в книжке бронепароходы алексея иванова мы припарковались прямо в затоне вот точка куда можно доехать на машине если же вы хотите размяться и погрести то советую припарковаться около красавинского моста примерно 20 минут ходу и вы в затоне зайти можно свободно через понтонный мост под ним есть место чтобы ваша лодка спокойно прошла мы же решили сегодня не напрягаться и сразу же стартануть с затона так ну что нас впереди ждут корабли теплоходы баржи и же с ними первый теплоход который нам попался это по моему федор глотков вообще эти корабли были построены в германии в 1000 примерно в 1956 57 58 годах на северном порту вова вова вот здесь получается что примерно 70 лет они ходили по по рекам россии и бывший ссср конкретно этот теплоход ходил федор глотков если это он то он ходил от перми до астрахани и также до по моему ростов-на-дону я конкретно один раз ходил или плавал на этом теплоходе кстати напишите в комментариях что вы думаете ходил или плавал потому что есть мнение что ходят военные в поход а все остальные могут спокойно плавать ну так вот в детстве я ходил на этом корабле бегал по этим палубам супер классное занятие отправиться в круиз всем рекомендую так вот здесь в рубке находится дама которая ругается если подходить близко к теплоходу поэтому мы смотрим на него с расстояния тоже до книги бронепароходы светлана судя по книге здесь примерно стоял типа понтон непристально понтон к нему был пришвартован лайнер пассажирский лайнер суворов выглядел он вот так и далее по книге князя михаила романова унесли в лазарет затем его должны были привести на этот теплоход но герои не успели и теплоход суворов отсюда отчалил да но без михаила мы потом пройдем к воротам попозже посмотрим как он прорывался ну а теперь давайте у нас ветер прямо гонит туда делать не надо следующий теплоход который нас встречает здесь это желе кири на нем плавала моя бабушка примерно все 70-е 80-е годы сейчас мы видим что теплоход немножко пострадал от пожара и затянут какими-то баннерами я вам сниму поближе пожар из окон явно валил дым что-то там горела жолио кюри здесь мы проходим какие-то понтонные конструкции как это баржа кран кран баржа и вот здесь уже интересненькие такие теплоходы тоже трех палубный теплоход папа 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 так давайте прочитаем название теплоход при камье да он счет еще целый все стекла на месте конечно он давно не красился есть такой пошарпан и люки нижние задрайны в трюме там тоже кстати каюты самого так сказать низшего класса наверху самый высший класс самый такой роскошный вот кстати а знали ли вы что у этих кораблей осадка ну то есть вот под водой сколько там внизу всего лишь полтора два метра то есть это такие тазики по факту которые могут проходить нога на трехметровой глубине и не садиться на мель когда тросы натягиваются корабли начинают скрежетать так страшно так страшно ну что ушла эпоха получается суть в том что восстановление теплоходов очень дорогое особенно с современными техническими требованиями чтобы они прошли все инспекции техосмотр и прочее это все так дорого конечно проще их просто здесь бросить это специальные механизмы которые спускают корабли в воду то есть вон огромная баджа и она так вижу погружается сюда двухпалубный теплоход вижу называется композитор какой-то композитор мой первый круиз в девяностом году был на теплоходе композитор скрябин и он тоже был двухпалубный но я не уверен что это он потому что я свое время видел ржавеющий композитор скребин уже на суше городе чайковский там есть целое кладбище пароходов вот а это видимо какой-то другой композитор глазунов композитор глазунов сзади у него такой забавный якорь этот корабль вообще тазик тазик наверное у него осадка еще меньше сзади находится такой читальный салон там можно было поиграть в шахматы почитать книги покурить трубки сигареты раньше везде курили вот первая палуба не очень красивая а вот вторая как раз для променада на третьей палубы третье палубы как бы уже нет он там большая площадка такой open air я для загорания так здесь у нас в хорошем состоянии теплоход кама наверняка тоже дизельный в основном кстати это все дизеля расход большой но зато классный кпд можно посадить туда кучу народа и отправиться в длительное путешествие по реке так этот теплоход кама он конечно же сравнительно меньше чем композитор глазунов сюда помещается наверное человек пятьдесят ну мне так кажется а это называется дебаркадер это плавучая пристань целый двухэтажный дом со своим начальником со своим персоналом сделан он из железобетона то есть это такая бетонная ванна которая плавает сверху деревянная надстройка зачастую эти дебаркадеры тонут в весенний период потому что те кто не следят за ними особо не сказать не приспускают канаты чтобы дебаркадер лег спокойно на землю когда зимой уходит вода и они значит там все перекашиваются дает трещину появляется дыра весной вода приходит и затапливает весь дебаркадер так мы потеряли очень много дебаркадеров за последние 20 лет это вот сохранившийся еще целый сначала подумал написано тюз а это т-103 сша 5 самый шустрый пятого поколения снегирь и дтс-4 это наверное демонтажное транспортное судно 4 пройдя обратно до партнера и дтс-4 это парохода жулио кюри вы можете взять правее и обогнуть вот этот полуостров то есть это длинная длинная такая коса полуострова и вы из затона камского речного пароходства попадаете в затон судостроительной компании принадлежащий к рпк так а вот эта черная конструкция занятная не что иное как причал вы такие могли наблюдать на москва реки а для москвы их делают здесь на пермском судостроительном заводе то ли дебаркадер то ли что не могу понять но выглядит апокалиптично он железобетонный то есть арматура облепленная бетоном но у него положительная плавучесть как я уже говорил здесь по книжке стоял такой понтонный причал которыми был пришвартован теплоход пароход пароход суворов и дальше беглецы на этом пароходе прорывались через затон туда и мы туда же держим путь с кормы могу прочитать что два сухогруза называются днепропетровск и коллагриф коллагриф кстати это действующий корабль из романа о броне пароходы соответственно писатель иванов вдохновлялся здесь всем насыщался названиями кораблями всем происходящим и увидев самый первый сухогруз коллагриф он видимо решил назвать главное судно в романе точно также около гриф это вообще городок костромской области вот смотрите понтонный мост сейчас вот в таком положении то есть открыт проход в затон и большие корабли любые большие корабли могут сюда зайти скорее всего чуть позже его закроют но всегда на маленьком судне какой-то моторке или каяке как в нашем случае можно пройти вот под этим маленьким мостиком так вот вот он у нас проход сюда можно заплыть в принципе в любое время года ну в смысле кроме зимы весной летом осенью и походить по затону и и ну что прощаемся с этими прекрасными исполинами ржавеющими здесь а нам пора отобедать соответственно нужно причалить в берегу да вот такой прекрасный зато вот такой короткий маршрут у нас был надеюсь вам понравилось путешествовать с нами приезжайте сюда назад он здесь очень круто это пермский край урал а